всем привет друзья ну что настал этот замечательный день и мы с вами находимся на вокзале и сейчас мы с вами поедем в санкт-петербург потому что завтра концерт моей любимой группы руки вверх так что вот короче у нас поезда 2240 отправления время уже 2225 и мы идем на посадочку мы едем не одни в купе а у нас не куплен спас карты а все я перепутал с двухэтажным короче едем купе не одни кто-то еще с нами поедет мы когда покупали билеты вместо людей а сейчас я смотрю нет ни одного свободного места на этот поезд просто ни одного не плацкарты не купая вообще поезд просто битком весь петрозаводск уезжает на входные все увидимся уже свободно так друзья в общем мы сели попалась старая купая с уже отправлением будет ладно хоть розетка есть навески эти которую палка вечно падает я такого куба стоит все про победу диктант победы но можно сидеть нормально короче непонятно может переделаны понятно что ничего не понятно но пока духа да тут ну поедем это не нормально ну и пол седьмого утра уже в пятерек ну да все ну сейчас все и едем нет нет все ладно включим через две минуты так друзья в общем все мы поехали я говорю ладно если выбрала я говорю не ну ладно если выбрала у нас кстати на часа дождь наверно петрозаводск плачет потому что мы уезжаем в питере обещают 25 градусов надеюсь так и будет все ребята бегут и там их провожали родственники и они все плакали или не поверите я плакала вместе с ними такая сентиментальная ну да бегут и бегут ну еще пока пол полцова он должен поздравить в столик давай давай это уже опасно красные такие уже ну уже и бежит фанчишка молодец главное в столб не попасть даже посередине столбов слава богу вроде нет ааа стоял ну и все мы поехали сейчас будет пара ос здесь раньше еще какой-то вагон стоял этот поезд кстати раньше был наш фирменный поезд Петрозаводск Санкт-Петербург потом во времена ковида его отменили полностью потом его вернули один раз в неделю потом два раза в неделю и сейчас он мне пристало внимание кстати как часто курсирует но он теперь не считается нашим фирменным поездом он сменил номер и теперь это будет Петрозаводск-Псков да можно до Пскова доехать мы сейчас стояли и нам пришла идея что надо посмотреть что в Пскове можно посмотреть и можно съездить в Псков там в принципе от Питера 5 часов все да так что кто из Пскова дайте знать пишите комментарии да если был знаю то что то можно посмотреть пишите обязательно о кстати смотри как раз разрослось ооо здесь раньше болото было полицейская стояла ну тут Росгвардия уже стоит кстати да так ладно включимся когда будет продолжение города друзья включаемся с ключевой вон там Онега в общем сегодня темно поэтому у меня не дошло посмотрим получится видео собрать или нет в общем мы не обратили внимание на класс купе когда покупали билеты сейчас едем такие и думаем что кондиционер до сих пор не работает то я сейчас посмотрела на сайте РЖД класс 2L который у нас вот у вагона в нем нет кондиционера вообще ну Яндекс пишет что есть а на сайте РЖД написано что у них нет кондиционера кстати скорее всего есть потому что сейчас я почувствовал что начало это мне кажется дольше на этой кошке не холодно дует ну просто видите там окна везде открыты поэтому мы не понимаем будет кондиционер или нет да то есть Яндекс говорит что будет а РЖД написано что в этих вагонах нет ну там и туалета написано нет в РЖД нет туалета нет тут туалет зачеркнут непонятно что это будет это без туалет а обратно я сразу посмотрела нормально все обратно по-моему на двухэтажном еле но это не точно не не кондиционер все-таки работает так не будет задувать все-таки в общем потом расскажем точно был кондиционер или нет попозже еще в туалет сходим посмотрим что там когда же без обзора туалета плывут типа вагон выглядит прям старым прям старым но наверху очень высокие ну я уже показал верхней полкой можно спокойно сидеть и вот там есть полка для чемодана что очень удобно то есть это вроде как в новых вагонах а в целом старые и кстати мы едем в последнем вагоне вообще я вот сейчас вспоминала мне кажется мы не разу ездили в последнем вагоне все в общем стремимся и за одном темно и за одном темно у нас первая остановка на которую можно выйти вагон 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 а на улице вообще шикарная погода тепло очень я в одной футболке Продолжение следует... Продолжение следует... Что-то воды нету... Чуть не понял... Видимо пока стоим нет воды... Продолжение следует... Всем привет друзья... У нас утро... Продолжение следует... 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 Все, все, приехали. Любимый наш город. Дома приехали. Время 6 утра. Воскольку видео из поезда коротенькое, поэтому погуляем с вами еще немножко по городу. Я думал минут на 20-30, хоть чуть-чуть снимем. Но, к сожалению, было темно. Ночью, что снимать. Да. Все, мы уже на вокзале. Похоже? Не знаю. Я уже не помню. Пока непонятно, тепло или холодно. Вроде в футболке не очень холодно. В общем, ребята, мы полгода, оказывается, не были в Питере. Для нас это как бы много прям. Но я уже не раз говорила, что мы обычно в Питер хотя бы раз в месяц, хотя бы на два дня, но стараемся ездить. И так было много лет подряд. И вот этот год немножечко стал искушением. Хотела сказать исключением. И мы полгода здесь не были. И я в шоке. В общем, мы сейчас с вами вышли в город. Вот буквально сзади вокзал находится. И так как нам спичит абсолютно некуда, мы сейчас с вами по Заневскому проспекту будем двигаться в сторону Невского проспекта. Впрочем, мы так всегда делаем. Когда с детьми только бывает, что мы выходим и ездим. Либо на автобусе, либо на метро. Метро, кстати, открыто. Метро было закрыто довольно долгое время. Метро открыли снова. На трамваях мы ездили с детьми. А сами, когда вдвоем, мы обычно гуляем. На улице. Я думаю, сейчас где-то 18 градусов. 17-18, наверное. У меня все-таки прохладно. У меня такая немножко духовочка. Так, друзья, мы за Невском. Уже вот мост Александра Невского, по-моему, да? Здесь находится министерство дрова коней СССР. Общежитие врачей-курсантов Ленинградского Государственного Ордена Ленина Института Совершенствования врачей. Дом врача. Сейчас мы с вами по этому мосту поедем. Что это, карька? Блин, как там красиво. Я сейчас большую камеру не буду доставать. Так что сегодня... Ну, сегодня-завтра посмотрим Питер в подробностях. Я взял большую камеру, надеюсь, я не забуду ее с собой взять на прогулку. Будем увеличивать все и разглядывать. Так, друзья, все, мы поднялись на мост. Здесь молодой человек рыбачит. У него на утреннюю зорьку, или как там называется, когда утром рыбачат. Ну, у него подсак такой прям большой. Где поплавок, ты видишь? Поплавок, видишь, вообще где он? Я не вижу. Наверное, просто закинул. Как это называется? Нет, когда без поплавка рыбачит, не помню. В общем, красота. Впереди мост, по которому мы тоже на поезде проезжали. Как-то по какой-то из поездок и на видео тоже. Так, я сегодня его с нами говорю. Мы по нему едем. Если по нему ехали, то я его с нами сегодня. Мы не сегодня ехали по нему? Он когда в Москву уехал. Так, я не знаю, я потом на монтаже посмотрю, этот мост или нет. Здесь очень много велосипедистов тоже. На моем птичь эту штуку тоже старая. Да. Ладно, в общем, пойдем. Мост немного трясется, когда трамвай едет. Извиняюсь за звук, ветрозащиту забыл одеть. Так, самостоятельно слышно. А нет, слышно, должно быть. Просто чехол у меня уже, это, надоел тут. А у меня в чехле ветрозащита стоит. А сверху я забыл одеть. Так, ребята, мы с вами уже почти что на площади Александра Невского. Здесь вот слева от нас находится график Сергея Бодрова. Очень крутое, нереально крутое просто граффити. Прям, нам очень нравится. Мы сфотографировались здесь и каждый раз подходим. И кто не помнит фильмы Брат, Брат 2, это все Ванину любимые фильмы. Поэтому, скажем так, поклонники. И у нас на канале тоже есть видео, да, по местам съемок фильма Брат. И еще некоторые места из этого фильма посещали очень интересные. Сейчас подсказка вылезет, надеюсь, я не забыл ее добавить. Да. В правом углу выскочила подсказочка. Если еще не видели, обязательно смотрите. Обязательно смотрите, да. Очень интересное видео. А здесь за забором находится Александра Невская Лавра. Тоже очень атмосферное место. Мы тоже ее посещали. И у нас на канале тоже есть видео. Если не видели, обязательно посмотрите. Нам очень понравилось. Ну, тут тоже можно... Да, там есть еще Некрополь 18 века. Некрополь мастеров искусств. Да, это все на канале. Надеюсь, Ваня добавит тоже подсказку. Так, в общем, это... Сейчас я фотографию сделаю себе. У меня лети, эта фотография, ни одной же нет. Так что все, сейчас сфоткаюсь. Там вообще по территории можно бесплатно немного походить. Господи. Тоже на реставрацию, смотри. Кстати, сейчас заметили, да, эти изменения за полгода. Где-то какие-то новые магазины открылись. Где-то светофоры даже поставили. Где много-много лет был такой, как сказать, опасный, да, пешеходный переход. Где машины с Веной 70 поставили светофор. Что не может не радовать. А вот там вот справа от нас в несколько проспель. Да, вот там прямо. А, получается, не все, она, она закрыта. Да, вот. А, ну да. Не посетить. Ну, пойдем. Можно с той стороны просто. Вот там выйти и там... Туристы здесь сидят. Где-то что-то рассказывает. И заход через второй лаврский мост. Какая красота. Мы еще идем... Как он такая красота. Как он называется? Староневский. В общем, этот детский проспект тут даже не украшают. На Новый год. Ну да, на Новый год, на праздники вроде тоже. На любые. Время, ребята, что вы понимали, без 28 утра. Приехали в 6.24, по-моему. Ну, людей в этот раз мне кажется довольно много. Несмотря на то, что сегодня суббота. Утро субботы. Мы все время утром возвращаемся примерно плюс-минус в одно и то же время. Загнало. И как бы обычно поменьше людей здесь пока. Кстати, вот здесь самые крутые булочки. Пекарные, в общем, камни. Очень вкусные, но и вкусные. Да, но проверяйте на Невском. Точно лучше проверять заказ свой. И цены разные в разных граммах могут быть, так что не удивляйтесь. Но если будет в Питере, обязательно река. Так, друзья, здесь... Я когда жилье искал, ну, Катя тоже искала. Она, собственно, и не нашла. В общем, я, короче, заметил, что в каждом отеле было написано, что... У них идет ремонт фасада. И вот здесь тоже... Уже сколько это? Там дальше. Там было три. А, вот там еще. Ну, короче... Блин, это круто, на самом деле, что прямо вот это. Я знаю, что они все-то одновременно сразу столько делают. Ну, походу, дело, да, делают. Ну, просто очень радостно, что сразу много объектов делают. Но здесь больше никому ничего падать не будет. Так, а я очень люблю эту плитку. Я уже там споткнулась, чуть не убилась. Ну, как обычно, знаете, я это люблю. И вот видите, вот такими вот тут кусочками. Вот такая кривовато. И можно... Можно убиться немножечко. Собянина не хватает. Перестелим. А я же мастер по плитку на урабонках. А, да, кстати. Точно. Кто в курсе, Катя у нас в плитку пойдет. Я знаю, тот поймет. Да. Надо переложить, не делай это. Сейчас вообще кайфово идти. Поклядимся, я переживаю теперь за... Я переживаю за звук. Ну, надеюсь, вы нас простите, если там задувает. Ну, какие роскошные балконы. Так, 18-300. 18-300, платок. Надо обратно. Конечно. На обратном пути заскочим. Да. По помощи. Друзья, смотрите, и тут, короче, тоже глобальная прям это... Преставрация, как это называется. Главное, чтобы это делалось все одновременно. Они как у нас, знаете, любят закрыть 30 объектов, и в начале... Вот тут видно, что делают. Вон, видишь, там кирпич, кстати, мы его никогда такого не видели. Смотрите, что трехал. А, это кондиционер, да? Да, да, напольный кондиционер. Чтобы в окно высунул трубу. И пофиг, что там капает. Ну, здесь в Питере, потому что тоже во многих домах нельзя ставить кондиционеры. Именно из-за архитектуры. Главное, ты видела за шторкой, смотри. Там бы такого здания еще не видели. Там кирпичи, короче, видно. Там, видимо, весь фасад соскоблили, или не знаю. Но тут, наверное, уже не видно. Ничего не посмотрите. Вот там было видно. Еще кирпичное здание. Все, мы на площади в Астане. И вот на той стороне находится московский вокзал. В общем, смотря на такое небо, кажется, что сегодня вообще тепла не ожидается. Но я даже сейчас посмотрела, днем обещают плюс 25, но с утра сейчас обещают дождик. Надеюсь, он будет небольшой. Все, мы вышли на самый Невский. Самый Невский, Невский. В Карелии, Рускиалу. В Карелии, Рускиалу. Да, концерт какой-то будет. Так, видео с Рускиалу, если кто-то не видел, ребят, на канале обязательно посмотрите. Мы гуляем, ну, по-моему, в гостинице огнем ее видели. Да. Вот тут. Мы, в общем, с утра в поезды взяли чай, кофе, и у нас были еще бутерброды с собой. Мы немножечко так перекусили, поэтому не идешь в столовую. Это обычно с утра, когда мы приезжаем, мы сразу всегда добавим в столовую. Сейчас пока не хочется есть. Но я хочу кофе купить где-то. Поэтому смотрим, где кофе купить взять. Вообще, надо было на восстание взять, повесить в шикарной кофейне. А тем временем девятый час утром. Погода пока радует. Побежи, скоро дошли. Вот, дождя не хочется. Судя, может быть, увидите легендарного Леху на видео, но это не точно. Так, ребят, перед нами памятник истории и культуры. Дом Ю-Субой охраняется государством. Государство построено в 18 веке. Чуть позже был перестроен. Такой дворик. Такая арка огромная. Что-то не будем, наверное, заходить. А, ну да, кстати. Оп, он нет. Мы сюда всего один раз заходили, кстати. Прикольно. И то это, в первые разы, когда приезжали. Прочатся окна, что ли? Сто летом нет. Вот эти окна, это уже самодельные. Это я у этого. Экскурсовод, в общем, есть. Здесь в Питере. Нигде, ты такие дома не найдешь. Как окна сделаны. Это вроде как в 90-х там что-то делали. Так, теперь с обратной стороны. Что-то туда сходили, там просто дворы. Ничего такого. А тут что-то непонятное. Какой-то балкон странный. Какие встречи. Так, зашли в кондитерскую север. Места прям вообще зафига тут очень много. Посидим. Мы днем сколько хотели зайти. Все время мест свободных вообще не было. Все время биткор было. Вот тут красота. Добрый вечер. Соблюдаем питерские традиции. У Петропавловской крепости любят загорать. Все, в общем, мы вышли. Посидели, немного отдохнули. Сейчас даже не знаю, куда пойдем. Просто попробить. Наверное, уже увидимся в следующем ролике. На этом будем заканчивать. В следующем ролике, наверное, будем заселяться. Обязательно сделаем обзорчик номера. Все, как всегда. А пока все. Будем заканчивать. Всем, как всегда, огромное спасибо за просмотр. Мы с нетерпением будем ждать ваши лайки, комментарии. Ну и до новых встреч. Пока-пока. Всем пока. Подписывайтесь на телеграм. Подписывайтесь на телеграм. Северная Венеция. Северная Венеция. Северная Венеция. Послушайте, а мастер. Смотрите, теплоходик открытый. Давайте сюда пройдем. Покажем, чтобы у вас обзор был. Теплоходик. Открытая и закрытая палуба. Северная Венеция. Два пути. Фонтанка. Круто. Пойка. С выгодом. Идет час 10-15. С экскурсоводом. Вы что вы увидите? Пройдете все за 29 мостиков по маршруту. Протопите. Экскурсовод видит и рассказывает. За каждое здание, за каждый мостик. Секральный дворец пионеров. Раньше царская школа. Юсуповский замок. В Крюков. Сворачиваем. Семя мостик. В Крюкове находится. Куда идти людям? Первый причал с этой стороны. Это вот у нас от Крюкова. Непольский собор. Мариинский театр. Старое здание. Новое стеклянное. Развлекательный комплекс. Новая Голландия. Знаете, да? Мы уже катались. По цене сколько? Взрослые 1200. Студенты, пенсионеры. По 1000 школьникам 800 рублей. Хорошая цена. Вам делаю скидку. Нам, видите, мы не хотим. Мы уже накатались. Да? Так что вот, ребята, если что, наскакивайте, да. Идите, окей. Вообще, набор билетов гораздо дешевле. Да, ребята. Мы, конечно, его внимательно послушали, но, ребята, набор билетов, покупайте билеты. Да. Да, мы вообще... Чуть ли не в три раза дешевле может быть. То есть я буквально только что, пока мы сидели, да, пели кофе, я посмотрела, что там начинается от 400 рублей. И прогулки есть не по часу, а по час 45. Вот у него маршруты интересные, не знаю, в общем, вот такое. Это не сильно обгирал, конечно, все равно. Вообще, все, мы в Альдок на карьере. Да, мы закончили вообще ролик. Я хотел дойти сюда молча. Вот, в общем, там причал. Все, тем более маршруты интересные. Вот мы dope. Пока. Можно прятать и vielen маршрут.